Новгородская, Ленинградская, Волгоградская области. Выезды по Татарстану. Десятки запланированных экспедиций на май отменены. На работу поисковых отрядов пандемия повлияла, но не остановила. Протоколы раскопа, протоколы эксгумации, личные дела на бойцов, найденных в экспедиции, все они собираются на сайте. Поскольку их много, времени обычно на это мало, но в данный момент последний месяц и я думаю, что некоторое время и далее мы будем больше работать именно на этом сайте, занося старые архивы. Все эти архивы в открытом доступе. Память народа, мемориал Великой Отечественной войны, Центральный архив Минобороны России. Режим самоизоляции, привычный режим работы для хотиры Морданшиной. Без вести пропавших солдат виртуально она ищет уже 12 лет и сейчас ежедневно находят двух-трех воинов. Люди, когда ищут своих родных, они набирают. Иммигранов шахиддин, вы его ищите. А он у нас как погибший, убитый был. Мигунков, Шайкут. Видите, какие искажения? Вот из-за этих искажений у нас люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Искать по таким источникам и архивам сейчас самая эффективная работа, считает и Михаил Черепанов. Клопоинской славы только за полгода таким образом установил судьбу больше 15 тысяч фронтовиков. Весь марк и апрель сейчас сидим в интернете, можно сказать, без перерыва на обед. И находим, конечно же, сотни и тысячи новых имен. Перешел на дистанционку и проект «Судьба солдата». Если раньше, чтобы узнать судьбу фронтовика, нужно было приходить в специальную приемную и писать заявление, то теперь это можно сделать на сайте поискового движения. Нужно заполнить анкету, запрос о розыске и указать все известные данные. Программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.